Доброго времени суток, уважаемые друзья! Меня зовут Мария и сегодня я вам хочу показать бесплатный сервис онлайн, в котором можно создать надписи на прозрачном фоне и потом их устанавливать по своему желанию, куда вам нравится. Допустим, вот такая надпись установлена на это изображение. Вот, пожалуйста, несколько вариантов всевозможных. Как создаются эти изображения, сейчас мы с вами посмотрим. Мне нравится вообще работать в программах онлайн, которые не нужно скачивать и устанавливать на свой компьютер. Я вам расскажу, как я создавала шапку для своего блога. Я вот в этом сервисе, ссылку на него я выложу под этим видеороликом, нашла для себя подходящий шрифт, стиль написания, поэкспериментировала, сохранила и установила в качестве шапки на своем блоге. Возможно, вам это тоже пригодится. Перед вами несколько стилей написания. Достаточно много для того, чтобы пофантазировать, повыбирать. Мы долго искать не будем. Выберем для примера хотя бы вот такой. Хочу вам сразу сказать, что этот сервис имеет как платный, так и бесплатный аккаунт. На бесплатном аккаунте, конечно, возможности немного меньше. Но их достаточно для того, чтобы удовлетворить свои интересы. В этом поле пишем какую-то надпись. Хочу сказать, что здесь вмещается до 50 знаков. Вы можете создать несколько надписей на прозрачном фоне и потом их все как-то объединить и разместить у себя на сервисе, на блоге, где пожелаете, на любом другом изображении. Этот сервис я изучала методом тыка. Как и все мы это часто делаем. Поэтому, если что-то я вам тут не покажу, то вы тут сами смело можете понажимать на все клавиши, что-то для себя менять, делать. Пожалуйста, используйте варианты для творчества в зависимости от тематики вашего блога, либо какого-то изображения. То есть, двигаем, не стесняемся. Некоторые функции не сработают, потому что они только для платного аккаунта. Вот такое интересное какое-то у нас изображение получилось. Пойдем дальше. Значит, можем ему отражение сделать. Тень какую-то мы тут придумали. В общем, экспериментируйте. А сейчас мы идем на ту вкладку, где именно и создается прозрачный фон нашего изображения. Это вот сюда. Если вы, конечно, захотите это изображение сделать на каком-то фоне, то вот для вас возможности тоже есть. Вот так. Достаточно интересный сервис. На данный момент нам нужен прозрачный фон. А вот, видите, что тут у нас произошло? То есть, вот то, что мы тут сделали, мы не сможем сохранить, потому что тут в скобочках написано для премиума. К сожалению, возвращаемся. Быстренько делаем что-нибудь другое. Слишком много творчества применили, что доросли до премиума. Опять же, уже вы поняли, как тут можно все это видоизменять. Много колдовать не будем. Сразу создадим разрачный фон. Вот, как видите, здесь уже нет этого примечания для премиума. И мы с легкостью загружаем к себе на компьютер. Нажимаем на эту вкладку. И загружаем. То есть, вы можете сохранить файл в своих загрузках в какой-то папке. Я открываю сразу в Paint.net. Вот, делаю я это для того, чтобы изменить размер этого изображения. Вы уже должны знать, какого размера у вас шапка. И вот здесь мы меняем. У меня было 1100. Высота 99. Вполне устраивает. Вот такие размеры у моей шапки были. И тогда она более-менее гармонично так установилась. Все. Сохраняем свое изображение. Автоматически у нее такое имя у этого файла. Мы даем свое. Вообще, имя файла желательно на английском шрифте. Английскими буквами. Все. Изображение готово. Оно сохранено. И его можно уже установить в качестве шапки для блога. Либо дальше с ним можно поработать. К примеру, берем изображение какое-нибудь. Опять открываем через эту программу. Вообще, это неудачное изображение. Вот это. Через эту программу. Слои. Импорт из файла. Вот так тоже тут у нас все сливается одного цвета. То есть, видите, изображение на прозрачном фоне очень хорошо становится на любой другой. Но мы сейчас еще сможем. Для примера, более яркий какой-нибудь. Вот, пожалуйста. Растягиваем, вытягиваем. Вот у нас целых два изображения на прозрачном фоне. Мы разместили на какой-то картиночке. Сохраняем. Даем немного расширения. Он спрашивает у нас объединить все слои. Мы соглашаемся. И у нас получилось новое изображение. Уважаемые друзья, используйте этот замечательный и удобный сервис для творчества. Пусть у вас все ваши картиночки будут красивыми. Всего хорошего. С вами была Мария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok